Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами продолжаем наш цикл бесед, посвященный событиям Крещения Руси и сопровождающим наше представление об этом предмете всевозможным стереотипам. И вот в частности сейчас в этой беседе мы с вами продолжаем предыдущую беседу, в которой мы говорили о том, каким образом вообще появилась Русь, кого, собственно говоря, крестил князь Владимир. И здесь мы сталкиваемся с таким распространенным каким-то стереотипом, что князь Владимир крестил, собственно, славян, и что Русь — это славяне. Но если Русь — это славяне, то зачем, собственно говоря, использовать два совершенно разных названия? Почему не сказать, что князь Владимир крестил славян? Потому что понятие Руси, оно все-таки несколько отличается от понятия славянина. Дело в том, что если мы обратимся к истории той части наших предков, которую составляли славяне, а это значительная, наверное, часть нашего все-таки такая наибольшая, может быть, даже часть нашего с вами исторического генофонда нашего происхождения, то вот здесь мы столкнемся с тем, что на самом деле славяне начали вполне успешно креститься еще задолго до князя Владимира. И мы с вами знаем и слышали о проповеди апостола Андрея Первозванного, хотя, может быть, многие исследователи, историки относятся, даже церковные, как к такому преданию, может быть, не вполне достоверному, но, тем не менее, принятому традиции нашей православной церкви и по большому счету вполне возможному. Но на самом деле этот процесс крещения славян, он происходил намного раньше и связан был даже не только с деятельностью Кирилла и Мефодия. Как мы знаем, славяне в какой-то момент уже в конце эпохи великого переселения народов, то есть где-то уже, начиная, может быть, с конца 4-го, в 5-м, в 6-м веках, вот уже как такая одна из последних волн этого огромного процесса, они захватывают значительнейшие территории. Вот эти, пускай плохо вооруженные по свидетельствам современников, но при этом очень многочисленные славянские племена вытесняют с их исконных земель и германцев и вторгаются на Балканы, существенно теснят и греков там, так что Македония становится в значительной степени славянским государством, появляются государства и княжества южных славян, из которого вырастают и сербы, и болгары, и их царство, и, надо сказать, становится довольно сильными и грозными противниками, а порой и партнерами Византии, оказываются на территории славяне империи франков, Священной Римской империи, и, кстати говоря, довольно эффективно воюют в составе армии, в том числе и Карла Великого. В какой-то момент славяне совершают наводящий ужас походы на Византию в союзе с Каганатом, с государством Авар, потому что, в общем-то, вместе они становятся такой достаточно значительной и разносторонней силой. Аварцы, которые на тот момент вторгаются тоже в Южную Европу и, в общем-то, захватывают, достаточно быстро создают большое государство, имели преимущество в коннице. Это были в основном воины конные. И их таким техническим превосходством над остальными конницами мира было то, что именно Авары изобретают стремена. До Авар стременами, по крайней мере, как-то широко и в боевых целях не пользовались. Именно Авары делают стремя таким постоянным элементом их наезднической практики. И это позволяет им совершенно изменить вообще всю структуру ведения боя конницей. В стременах можно встать, можно наносить намного более мощные удары сверху мечом. То есть это меняет всю структуру боя. А вот в качестве пехоты многочисленной и на тот момент, кстати, уже довольно опытной, Авары привлекают к своему союзу славян. И славяне становятся достаточно грозной военной силой. Взаимодействуя с Византией, они в таком военном взаимодействии достаточно быстро учатся. И вообще это черта, которую византийские хронисты определяют, как такую одну из основных черт, исторических черт национального характера славян. Все они отмечают, что славяне необыкновенно быстро учатся. Просто схватывают все на лету, все навыки и умения других народов, с которыми они вступают вот в такое взаимодействие. Поэтому среди славян появляются и достаточно быстро и свои инженеры, которые учатся производить осадные машины. И, кстати говоря, знаменитая икона, которая рисует известное чудо святого Дмитрия, когда он сокрушает под копытами своего коня и под своим копьем некоего бородатого мужика, напавшего, так сказать, в числе прочих ему подобных, на родной город святого Дмитрия Солуни, на город, в котором совершился его мученический подвиг, то этот самый поверженный бородатый мужик – это как раз-таки тот самый славянин. И в том числе, говоря, там упоминаются и славянские инженеры, которые обстроили во время штурма Солуни город своими стенобитными инженерными приспособлениями для того, чтобы этот город захватить. И именно как раз-таки их прогоняет и уничтожает своим чудесным явлением святой Дмитрий Солунский. Ну, не менее широко известно знаменитое нападение совместное Авар и Славян на Константинополе в 626 году, когда город находился в серьезнейшей угрозе, осаде, был осажден с разных сторон, и, так сказать, и конницы, и пехоты, и с моря. И, в общем-то, только молитва и вера, чудесное заступничество Пресвятой Богородицы, Риза, которая была вынесена, погружена в море, и молитвы, которые приносил и юный правитель Константинополя, Константин II, и патриарх, они вызвали вот это чудо, когда все вот эти согласные и спланированные действия союзных врагов Авар и Славян оказались опрокинуты, разрушены, сами славяне бежали с поля боя, и за ними вынуждены были последовать и Авары, и вот это одна из тех экспедиций совместных военных действий, которые не привели к успеху. Но на самом деле в других местах этих успехов зачастую было намного больше, и если уж наши предки дошли до такой дерзости, что подняли свое оружие на завоевание бесспорного центра того мира, которым был Константинополь, то, конечно, можно судить о их прочих военных успехах, о успехах в отношении более, может быть, вернее, менее защищенных городов и целых областей, которые они подвергали своим нападениям, грабежам, почувствовав вкус к добыче, и тоже, кстати говоря, руководимы вот такой вот воинской, языческой идеологией, которая заставляла их видеть смысл их существования в войне, в том, чтобы нападать, грабить, уничтожать своих врагов, и пользоваться созданными ими предметами жизнедеятельности и роскоши, которые они охотно отвозили, приносили в свои пределы, в которых постоянно жили. Итак, славяне тоже отличались вот этим необычайно воинственным таким духом, тоже, по всей вероятности, обладали вот такой вот воинской идеологией, а главное, приобрели достаточно большой опыт в военном взаимодействии с Византией, в союзе с другими народами, которые на нее нападали, но и не только. Надо сказать, что многие славяне, как это явствует из трудов, например, известного истории, историка Прокопия Кесарийского, который описывает славян под именем Антов и Венедов, были достаточно уже опытными воинами, которые несли свою службу и на благо Византийской империи, и в том числе при Византийском дворе. И вообще вот это принятие иностранцев к себе на службу было частью вот такой вот чрезвычайно продуманной, тонкой миссионерской стратегии византийцев. Они, как правило, очень редко занимались миссионерством как таковым, но зато у них был вот такой вот очень любопытный механизм, когда они просто нанимали тех язычников, которые угрожали империи, к себе на службу, перекупали их, платили им то, что сами эти язычники зачастую считали данью, но зато таким образом постепенно включали их в свою орбиту, постепенно приручали их уже на правах союзников к их ценностям, к их опыту, к их роскоши, к их неимоверно более высокому уровню жизни и в конечном счете к их мировоззрению, к их идеологии. И через вот этот круг миссионерства военного наемничества прошли очень многие некогда агрессивные народы, в числе которых, например, и армяне, и кельты, которые тоже в какой-то период времени охотно нанимались на службу византийским императорам, принимали крещение, а затем несли христианство уже на свою родную землю вместе с христианскими представлениями, с реликвиями, с духовенством, с построением храмов. И вот так, не занимаясь миссионерством как таковым, Византия сумела обратить в православие, на самом деле, довольно большое, привлечь к православию довольно большое количество народов. Нечто подобное произошло и с нашими предками славянами. Очень многие из них познакомились с христианством задолго до, собственно говоря, князя Владимира. Лет за 400, наверное, за 300, не меньше. Например, уже в житии святого Стефана Сурожского, относящимся к 8 веку, содержится такой вот эпизод, когда один из князей, возглавлявших вот такой буйный славянский набег, по молитвам, благодаря чуду, которое было совершено молитвами святителя Стефана Сурожского, вместе со всем своим войском принимает крещение практически за три века до того, как это же самое сделал, ну, за два века, по крайней мере, до того, как это сделал с подобным же образом сам святой князь Владимир, креститель Руси. Причем имя этого вождя сохранилось в греческом тексте, но очень трудно определить, к какому, собственно, народу он принадлежал. Его называют Бравлин. И это может происходить от известного славянского какого-то слова наподобие Бравы, хотя оно скорее тоже германского происхождения, либо могло быть такой искаженной формой какого-то скандинавского имени, какого-нибудь Бравлинг, например, и уже рисовать картину того союза, который в конечном счете сложился между славянами и скандинавами. Дело в том, что вот те идеологические процессы, политические, о которых мы говорили в прошлый раз, они не могли не коснуться и тех земель, на которых жили славяне. Большие массы славян были вынуждены совершить обратное такое вот движение, уже на этот раз вытесняемые сильной германской империей франков, должны были покинуть те места, в которых их заставляли либо принять папскую веру римно-католическую, либо, в общем-то, отправиться в изгнание или умереть. Вот тот выбор, который оставляли франкские короли довольно многочисленному славянскому населению своего государства. Ну и на самом деле достаточно многие славян приняли католичество, ассимилировались и до сих пор в германской среде немало сохранилось немцев чистокровных с при этом чисто славянскими фамилиями, например, какой-нибудь фон Белов. Ну, ясно, так сказать, кто были его дальними предками. И значительная часть славян возвращается и, вернее, отходит на те свои рубежи, на которых уже давно жили те их единоплеменники, которые достаточно мирно существовали вот, собственно, в тех пределах, которые мы сейчас именуем Русью, то есть по берегам Днепра, Волхова, Полоти и других больших и малых рек достаточно широко расселились, распределились. Они тоже исповедовали язычество в значительной степени, но это язычество было, конечно, совершенно другого характера. Дело в том, что языческая идеология земледельца очень сильно отличается от языческой же идеологии воина. Земледелец никогда не позволит себе, ну, за исключением самых исключительных каких-то обстоятельств, таких бедствий, каких-то такую роскошь, как человеческое жертвоприношение. Ему нужны эти рабочие руки. Он не будет совершать вот эти жестокие человеческие жертвы, на которые так падок, которые так часто приносит и совершает язычник воин. У него совершенно другое мировосприятие. Он ценит повторяемость, он ценит земные обстоятельства своей жизни, он живет подчиненный земледельческому календарю и кругу событий. У него совершенно другое мировоззрение, для него ценны совсем другие боги даже, и выходит на первую на первые роли в его религиозном сознании, в его молитвах, чем то, что совершается с его собратом, казалось бы, тоже язычником. И вот здесь начинается тот конфликт, о котором, по всей вероятности, и говорит святой Нестор летописец, когда он в летописи повести временных лет оставляет нам вот это свидетельство, постигшей славян междоусобицы, вста род народ, восстал один род против другого. Что произошло? Почему вдруг мирно жившие славяне стали воевать между собою? А произошло столкновение разных идеологий. Идеология вот этого Оседлова, веками уже живущего на этих территориях славянства, занимающегося сельским каким-то трудом, строящего свои города, возделывающего землю, занимающегося вот уже культивированием каких-то таких вот полевых культур. И скотоводством сталкиваются с вот этой волной славян, которые вынуждены оставить прежде захваченные ими земли и вернутся к своим единоплеменникам. И это славяне и язычники совсем другого рода. Это воины, люди, привыкшие к постоянной войне, люди, которые прекрасно умеют это делать, люди, которые живут походами. И вот здесь начинается, мягко говоря, дискуссия о том, какой путь должно выбрать славянство, путь своего развития как государство. Либо это все-таки какая-то мирная колонизация тех земель, которые оно уже успело захватить, либо это постоянные набеги на своих соседей, ну и соответственно ответные нападения и месть со стороны тех из них, кто достаточно хорошо вооружен и тоже имеет такое желание и возможность приносить неприятности подобного рода другим. и вот по всей вероятности в этом историческом споре побеждает именно языческая воинственная партия. И именно с этим скорее всего связан тот самый исход, о котором также говорит летописец Нестор, выразившийся в известном призвании варягов, когда для того, чтобы править Русью, посланники от славянских родов отправляются в Скандинавию и возвращаются оттуда с тремя князьями, один из которых становится на долгие столетия основоположником одноименной ему династии Рюриковичей, Рюрик, Синиус и Рувра. Это происходит по всей вероятности где-то вот в IX веке, может быть где-то вот в середине IX века, но по крайней мере такое мифическое отчасти основание Новгорода, относящееся к 859 году, связывают также с именем княжения в нем Рюрика. Почему происходит вот это призвание норманов? Для чего это делается? Так ли уж действительно славяне были неспособны сами управлять собой, руководить собою, что вынуждены были пригласить какую-то иноземную династию для того, чтобы она возглавила их вечно ссорящиеся и неспособные к собственной политической такой вот жизни племена. Это именно вот то весьма вульгарное выражение так называемой нормандской норманийской теории, которые выдвигали немецкие профессора и историки, жившие в России во времена Екатерины, и именно с которыми так горячо полемизировал, отстаивая славянскую русскую самобытность наш великий Михаил Васильевич Ломоносов. И вот это в общем-то этот какой-то дурной спор между норманистами и славянофилами он продолжается до сих пор, хотя спорить-то на самом деле абсолютно не о чем. И славяне, и скандинавы одинаково нуждались друг другим. Причин призвания все-таки именно скандинавов на княжение было несколько. И все они имеют достаточно ясные для себя основания, которые отнюдь не бросают никакой тени ни на какой из других народов и тем более на славян. Во-первых, дело в том, что по всей вероятности инициаторами призвания славян была именно та славянская партия, которая исповедовала вот это агрессивное воинское язычество. По сути, они уже сами по себе были готовыми вот этими вот викингами. Они исповедовали ту же самую идеологию, но которая вот в варианте их северно-скандинавских соседей была, может быть, несколько свежее, более яростной, более, так сказать, более хорошо сформулированной, как сейчас бы сказали, находилась в тренде. То есть она была популярной и она была эффективной. Славяне нуждались в союзе со скандинавами из вот этих религиозно-идеологических соображений. Они усиливали их сходные, такие же, по сути, позициями своим вот этим уже прогремевшим на весь мир на тот момент идеологическим, как сейчас бы сказали, трендом. Это был весьма, так сказать, выгодный союз с точки зрения идеологической. Были и другие причины. На самом деле скандинавы также нуждались в славянах для создания того просто мегапроекта, который получил свое название Русь. В чем же эту необходимость испытывали скандинавы? Во-первых, скандинавы были все-таки сравнительно малочисленны, и для таких грандиозных походов, как, например, поход на Константинополь, у них откровенно было маловато собственных наличных сил. Это один момент. И, конечно, за счет усиления огромными массами воинственных, привычных к этому делу славян, а также припнувших к ним финоугров, о которых также не надо забывать, о которых на тот момент было весьма немало, и финоугров, и тюрок в составе этого объединения, которое получило историческое имя Руси, они могли, в общем-то, замахнуться на, конечно, те деяния, о которых особо не могли бы подумать из своих скалистых приморских фьордов Норвегии, там, какой-нибудь своей, там, Дании, или даже с плодородных родин Швеции, славяне были той массой, причем хорошо подготовленной массой воинов, с которыми подобные проекты могли стать действительностью, реальностью, кроме того, славяне были хорошо знакомы с Константинополем по опыту своих прежних походов, более того, имели столь серьезные воинские навыки, в том числе инженерные, которых у скандинавов на тот момент тоже не было, это было весьма выгодный и полезный для скандинавов союзник. Славяне же, в свою очередь, опять же, нуждались в скандинавах не только как в тех, кто им окажет такую идеологическую поддержку. Только вместе со скандинавами можно было создать основную экономическую артерию того времени, знаменитый путь серебра, путь из варяг в греки. Можно было соединить восток и запад благодаря тому выходу на Европу, который был у скандинавов. И вот поэтому в результате вот этой коллаборации возникает вот такое очень своеобразное явление, как эпоха викингов, приведшая к возникновению Руси как отдельного народа, особого такого государства, впервые заявившим о себе в так называемых бертинских анналах, когда имя русов, которое изначально обозначает грибцов, и имя это финское, собственно говоря, это аналог понятия викинг, когда из своих финно-угорских деревушек лесных или славянских поселений добрые молодцы вооруженные топорами да мечами садятся за весла, проделывают огромные расстояния и в общем-то специфика этих путешествий например из Новгорода в Константинополь в чем надо много грести, переправляться через пороги, то есть в первую очередь там нужны воины, которые будут много и долго грести, поэтому их таким нарицательным именем подобно как в Скандинавии викинг становится вот это понятие финской рутси, гребец, человек, который нанялся гребцом на судно викингов, естественно, он не только гребет, естественно, он принимает участие и в собственно воинских таких компаниях, и вот таким образом складывается вот эта новая совершенно общность скандинава, славяна, финско-тюркская, которая и получает естественно вот какое-то новое такое имя Русь, ну мы уже в одной из бесед говорили о том, что чуткое ухо византийцев в этих новых пришельцев, которые появились под стенами Константинополя и на окраинах Византийской империи громко заявили о себе, вот оно услышало вот это библейское упоминание пророческое о народе роз и о князе роз вот эти самые розы как показалось византийцам и появились в их действительности приближая некие апокалиптические времена, которых Византия тоже всегда в своей истории ожидала с большей или меньшей интенсивностью и вот под этим новым именем роз они отправляются к германскому двору с верительными грамотами от византийского императора в обход каких-то таких беспокойных областей для того, чтобы вот таким западным путем вернуться в свои уже российские русские пределы, но когда при дворе германском начинают собственно более внимательно разглядывать пришельцев, то выясняется, что руководят ими вполне хорошо известные германцам свеи, шведы, а сама сам этот новый народ рост состоит из в общем-то из скандинавов, из славян и еще, так сказать, целого ряда примкнувших к ним товарищей. Буквально в начале десятого века арабский путешественник Ибн Фадлан также оставляет нам упоминание о том, что во время своего путешествия в Олжскую Булгарию, кстати говоря, с важной миссией он это путешествие совершает для того, чтобы принести благословение багдадского халифата одному из славянских князей, которые приняли ислам. Он там встречает русов. Ибн Фадлан очень четко отделяет Соколиба, славян, к которым он пришел и к которые приняли ислам, от, собственно, русов. И в его описании совершенно четко ясно, что эти русы это, в общем-то, по всем своим повадкам это скандинавы, это типичные викинги, которые одного из своих вождей хоронят в Кургане, владье вместе с рабыней, которые приносят жертву. И занимаются они главным образом, чем эти русы? Работорговлей. Они продают самых красивых рабынь, которых когда-нибудь Ибан Фадлан в своей жизни видел. И вот это становится на долгие годы промыслом, которым занимаются вот эти самые русы и именно тем, что в конечном счете в значительной степени подрывает единство русского государства, подрывает его основы и заставляет все больше и больше людей задуматься о том, чтобы от вот этой русской языческой идеологии прийти к принятию христианства. Это именно то, что делает князь Владимир. Деятельность русов на вот этих территориях, которые они подчиняют себе, территории славян, территории финно-угров, эта деятельность, конечно, очень выгодна экономически, но при этом весьма разорительная и убийственная для значительной части того населения, которое здесь обитает. Чем-то это похоже на ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране в 90-е, когда страной правили вот такие братки, хорошо вооруженные бизнесмены. По сути, те же самые викинги, но только на черных мерседесах вместо быстроходных дракаров. То есть, это люди, которые в погоне за свои сейминутные экономические выгоды абсолютно не задумываются о том, как будет существовать разграбляемое ими государство. Государство нужно им только для того, чтобы упрочить свою экономическую, свою разбойную, свою бандитскую власть над всеми остальными, кого они называют терпилами и кого они постоянно грабят и за счет кого обогащаются. Примерно так же на самом деле выглядели отношения вот этих русов со всем остальным множеством населявших пределы им подвластные славянским и финно-угорским и прочим населением. Если у тебя есть меч, топор и силы и желание держать в руках весло и грести им, то добро пожаловать, какой бы национальности ты ни был, дружины русов охотно примут тебя к себе и ты получишь общую часть добычи, станешь общей частью вот этого боевого братства. Если нет, то участь твоя далеко не столь завидна. В лучшем случае ты будешь торговать с этими русами, они будут тебя крышевать, обеспечивать тебе защиту. В случае же какого-то неповиновения или каких-то попыток обрести независимость, карательные походы, захват населения, продажи его в рабство и это постоянный источник дохода, которым русы обогащаются на протяжении достаточно долгого времени, к сожалению, намного более долгого, чем наши с вами 90, от которых нас избавил Господь, и от которых, к сожалению, не избавило вот это славяно-русское государство. Однако надежда уже блистала, она загоралась в тех первых звездах, которые в этой русской среде принимали христианство и понимали, что направлять это государство нужно совершенно в какую-то иную сторону. Одной из таких первых звезд была великая княгиня Ольга, были Аскольд и Дир, ну и, так сказать, уже венцом этого стал наш Красное Солнышко князь Владимир, но уже об этих обстоятельствах мы с вами поговорим в следующих беседах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. видео.